Приемная кампания 2016 стартовала. Абитуриентов по прежнему мало, а требования к уровню их подготовки все жестче. Об особенностях приема вуза в этом году и о проблемах, стоящих перед высшей школой, мы поговорим с Левичевым Василием Емельяновичем, деканом экономического факультета Аграрного университета. Здравствуйте, Василий Емельянович. Вы имеете большой опыт работы в образовательных учреждениях. Что бы вы могли посоветовать нынешним абитуриентам и их родителям при выборе вуза и профессии? Да, действительно. Я считаю, что сейчас во многих семьях горят жаркие споры, куда поступать, как выбрать профессию. Я хочу порекомендовать очень простой подход. Мы все ходим и покупаем себе вещи. Точно так же надо относиться к профессии. Если мы вещь выбираем, она нам нравится, она надежная, недорогая, точно так же надо и выбрать себе будущее. Но здесь ответственность намного больше, поскольку мы выбираем на долгие-долгие годы, может быть, на всю жизнь. Поэтому соотношение цена и качество здесь становится главным фактором выбора. Про мониторив образовательный рынок города Барнаула, мы можем увидеть, что по экономическим специальностям цены варьируются от 45 до 96 тысяч. Образовательные учреждения все готовят студентов по одному образовательному стандарту, который имеет набор компетенций. И выбирая любой вуз, мы получим все равно на выходе одного и того же компетентностного работника. Но при этом, опять же возвращаясь к выбору вещи, вещь можно купить в дорогом бутике, а через дорогу такая же точная вещь продается по цене в два раза ниже. — Отличное сравнение. А какой ответ ваш факультет дает уже набившим москомину замечанием? Ну, мол, юристов и экономистов некуда девать. Вот каков уровень подготовки ваших студентов? Как они проявляют себя на практике? — Ну, давайте разберемся, что такое экономист. Это очень широкое понятие. В направление экономика входят такие профили, как финансы и кредит, бухучет, сколько предприятий, столько бухгалтеров. Спрос имеется. Финансисты — это мы готовим специалистов для банковской сферы, страховых компаний, налоговых инспекций. Такое направление, как менеджмент — это подготовка будущих руководителей. Любое предприятие требует знаний менеджмента, каких-то лидерских качеств. Еще одно направление, которое есть у нас на факультете — это государственное муниципальное управление. Мы готовим будущих чиновников, начиная от сельской поселковой администрации, районной, городской, краевой, федерального уровня. Везде требуются специалисты с образованием. Ну и четвертое направление, которое мы готовим — это товароведение. Мы все знаем широкую нашу известную сеть торговую, новые заходят, известные бренды. И ко мне обращаются представители этих компаний, которые с удовольствием берут на работу наших выпускников. А каковы особенности подготовки ваших специалистов в ВУЗе и на факультете конкретно? Факультет готовит по направлению экономика уже 50 лет. Мы имеем какую-то свою собственную уже школу профессиональную. Но что меняется в последнее время — это практико-ориентированный подход. У нас и занятия ведут, практики мы приглашаем с предприятий специалистов, руководителей, которые делятся своим опытом. Студенты наши проходят практику на предприятиях. Есть цельная практика в летний период производственная. И в этом году мы впервые внедряем такой вид — рассредоточная практика. То есть каждую неделю, один раз в неделю студент идет на предприятие и обучается, проходя практику каждую неделю. Для того, чтобы качественно организовать такую практико-ориентированную факультетом, заключены соглашения об открытии филиала в кафедрах на предприятиях. У нас филиалы открыты в банках, в страховых компаниях, на производстве, на перерабатывающих предприятиях, в дилерских компаниях, где студенты наяву в руках держат документы, рассчитывают цены, покупательский спрос. Еще одна особенность — у нас давние связи с Германией. Каждое лето 5-6 студентов у нас едут на стажировку в Германии. К сожалению, не все возвращаются, находят там работу, находят семью. Но это, я считаю, положительно характеризует наших ребят, которых там оценили. У некоторых абитуентов и их родителей возникает опасение. Аграрный университет. Значит, экономика сельского хозяйства. На самом деле, у нас аграрный край и спрос на аграрных экономистов велик. Известно, что Минтруда намерен вести профессиональные стандарты для сотрудников. И в ближайшем будущем, чтобы получить назначение на ту или иную должность, нужно будет обладать определенным уровнем образования. Вот в этой связи, как вы готовите своих специалистов? Что предлагаете им, в частности, в магистратуре, в аспирантуре? Совершенно верно. С 1 января 2017 года Министерство труда вводит такой понятие, как профессиональный стандарт, где прописаны компетенции, которым должен обладать работник. В этой связи мы меняем наши образовательные стандарты, вводим туда вариативную часть. Для тех, кто уже закончили обучение и не имеют такие компетенции, мы проводим в Центре дополнительного образования профессиональную переподготовку, либо повышение квалификации. А для тех, кто желает повысить уровень образования, есть магистратура, где узко, направленно готовим специалистов для отдельных отраслей в сфере электронного бизнеса, проектирования организаций, управления, финансов. Вы сами советуете в магистратуру идти студентам? Это очень хороший способ не только для взрослых людей, которые уже работают и снова хотят дополнить свои знания, но и продолжить. Это даже легче. Отучившись 4 года в бакалавриате, студент переходит 2 года, очно, либо 3 года заочно, может обучить и получить высшую степень. Касаясь вот этих самых профессиональных стандартов, там вводится такая новая градация, что человек, не имея магистрской подготовки, не может занимать определенные должности. А как на вашем факультете организована внеучебная деятельность? Вот известно, что сейчас на пике популярности движение различных студенческих отрядов, строительных, отрядов-проводников и прочее, прочее. Вот у вас что-то подобное есть? Действительно, студенческая жизнь – замечательное время. Это не только учеба, это и различные общественные движения. У нас есть волонтеры, творческие коллективы, спорт. То, что касается строительных отрядов, да, действительно, это пятый трудовой семестр, и наши студенты всегда завидовали ребятам с технических специальностей, которые ехали строить дороги, космодром в прошлом году строили. Мы изыскали такую возможность и адаптировать знания наших студентов и к студенческим отрядам. Впервые в этом году создали финансовый студенческий отряд «Траст», заключили договор с одним из наших крупных банков, и студенты в летний период работают в этом банке, тем самым и повышая свой профессиональный уровень, и являясь членами финансового студенческого отряда. Хотелось бы еще следующую проблему затронуть. В последнее время вузы Алтайского края, ну прямо скажем, лихорадит. Постоянно Рособоронадзор публикует данные о том, что тому или иному вузу запрещено принимать студентов, или вуз лишен аккредитации. Вот, в частности, в некоторых факультетах аграрного университета эта проблема также коснулась. Вот что в данной ситуации Вы посоветуете делать студентам? Стоит ли им волноваться вообще? Да, действительно, такая проблема существует. Рособоронадзор ужесточает требования. Мы прошли через эту мясорубку. К счастью, выправили все-все-все показатели. И до 2020 года аграрный университет имеет государственную аккредитацию. То, что касается других вузов, наши коллеги действительно испытывают сейчас большие проблемы. Студенты, их родители очень волнуются, мне раздаются звонки обеспокоенных. В основном родители звонят, что делать дальше. Вот сейчас, конец июня, как раз то самое время, когда можно практически безболезненно сменить образовательное учреждение. Взяв академическую справку, прийти в те учебные заведения, у кого аккредитация продолжается, и восстановиться, и продолжать обучение дальше. Спасибо Вам большое, Василий Емельянович, что пришли в нашу студию. О приемной кампании 2016 и о проблемах современного образования. Мы говорили с Василием Левичевым, деканом экономического факультета Аграрного университета. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok